Фирамир против Азлагора. Битва Титанов. Известный видеоблогер, автор канала по Майнкрафту, Фирамир, объявил, что закрывает свой проект. В чем же причина? Правда это или черный пиар? Давайте разберемся. Скандал разразился несколько дней тому назад. Совместный стрим с Азлагором, в котором предполагался протест против хейтеров игры Майнкрафт, так и не состоялся. В прямом эфире в квартиру Фирамира попытались проникнуть неизвестные люди. Возможно, это были хейтеры, основной целью которых являлся срыв стрима. Фирамир несколько раз отвлекался из-за подозрительных стуков в дверь. Дверь в квартиру якобы была подожжена, и Владислав незамедлительно вызвал пожарных и полицейских. Еще есть такая неподтвержденная информация, что ему брызнули перцовым баллончиком в глаза, и у него серьезно пострадали глаза, ему требуется лечение или даже операция. Но смотрите сами, настолько ли серьезные у него повреждения или нет, трудно сказать по этому видео. Ну, конечно, слезы и сопли текут рекой, может быть, это как раз эффект такой произошел от перца, кто знает. И вот теперь он публикует свое прощальное сообщение, что он закрывает всю эту свою лавочку. И есть основные три версии по этому поводу. Версия номер один. Ферамир, обманщик, и специально разыграл этот спектакль, чтобы выманить денег у людей. Но версия достаточно сомнительная, потому что у него успешный проект, и нужно ли ему это вот так вот уходить сейчас. Очень странно. Версия номер два. Ферамир и Азлагор вместе разыграли этот спектакль, чтобы совместно пропиариться и привлечь аудиторию, взбудоражить всех. И действительно, пока на данный момент им это удалось, куча просто обсуждений в социальных сетях, на ютубе. Вконтакте насчитывается несколько тысяч сообществ, в которых упоминаются имена Ферамира и Азлагора. Проводится многочисленный опрос, а также публикуются различные видео на ютубе по данной тематике. Ведь все это произошло на самом деле. Я тебе это рассказывал в скайпе. Это что? Мне реально подожгли, но ты сказал, что это все неправда. За чем я это сделал? За зависть ты. За денег что он тебе предложил? Откуда ты такой? Из французского квартала? Это, ребят, быстрее. Ты кто такой? Деловой, да? Я всех крутых на улице знаю. Я ради удовольствия всех приканчиваю. Ты не знаешь, с кем связался. Я убиваю ради удовольствия. И, наконец, третья версия. Азлагор – подлый предатель и обманщик, а Ферамир – невинная жертва. Что все это произошло по-настоящему. Азлагор предал Ферамира. И теперь у Ферамира реальные проблемы. И все эти эмоции настоящие. Кто знает? Подписчики Владислава Копцева, конечно, ждут его возвращения в скором времени. И готовы поддержать его в любую минуту. Все-таки армия у него немаленькая. Конечно, ты не просил, но так бывает, дружище. Ну, эти чуваки просто не любят Майнкрафт. А может, им заплатили. А может, и не было никаких людей. Кто знает. Интриги, скандалы, расследования. Я надеюсь, что вы меня поддержите. Конечно, поддержим. Я, проще, не буду ничего снимать. Хватит всей этой недависти. Если это правда, Ферамир. Когда в родителе моих детка не угрожают. Мне важно плевать на себя. Что я же уезжаю. Если меня убьют, отзывы. Я боюсь, что надо идти в стерп. Если вы не верите, идите к черту. Ты меня постреляй. В общем, я хочу сказать в конце. Мне нравится весь свой канал. Я не хотел бы это все заканчивать. Меня вынаждают другие люди. Меня все предали. Жми меня, Рэ. В глазах становятся. Спасибо, что вы меня смотрели все эти годы. Я не знаю, что меня не стало. Я не знаю, как раз. Заходите ко мне в контакте. Я тоже устрою прощальный пост. Можно сказать все, что угодно. Я заканчиваю сегодня. Чего вы все так делаете? Простите. Злогор. Как ты мог быть другом? Как ты мог, Озлогор? Озлогорчик, как ты мог предать такого хорошего человека? Да никто ничего не понимает. Мы тоже не понимаем. В общем, Феромир, если все это правда, у тебя реальные проблемы, желаем тебе скорейшего их разрешения. Но если нет, если это спектакль, тогда, парень, тебе пора в Голливуд. Мне кажется, кому тоже трудно общаться с другими людьми. Кто? Ну, посылайте все к нам, как никто вам угрожает. Они брази, ребята. И они, они злые. Всем пока. Всем доброго вечера. Субтитры сделал DimaTorzok